Это выражение удобнее верблюду войти в игольные уши, чем богатому попасть в Царство Небесное. В первой церкви так буквально и понимали. Но потом церковь стала разрастаться, и в церквах появлялось немало людей, которые были состоятельными. И у них возникал вопрос, а как же быть с этими словами Иисуса? И поэтому в истории церкви стало возникать много таких толкований, что же имел в виду Иисус. И я думаю, что некоторые эти толкования вы слышали. Например, было такое толкование, что в Иерусалиме закрывали главные ворота, и были такие маленькие воротца, которые называли игольные уши. И там верблюд мог в эти игольные уши пролезть, только если с него снять всю поклажу, седоки слезут с него. И тогда вот на коленках этот верблюд может пролезть в эти игольные уши. Может быть, вы слышали такое толкование, да? Таким образом, и думаешь, фу, значит, все-таки можно пролезть, как бы думаешь, все, слава Богу, и богатым все-таки можно войти в царство небесное. И как бы все бы хорошо, но только никакие древние документы не учат о том, что и не пишут о том, что в Иерусалиме были такие воротца, называемые игольные уши. Ну, нет таких документов. То есть интересное предположение, но в древности об этом никто не знал. И более того, все первые богословы церкви, отцы церкви никогда такое толкование не использовали. То есть это стало известно только в поздние времена. Еще одно такое толкование было, что если с игольными ушами не получилось, тогда за верблюда взялись. И дело в том, что верблюд и канат в греческом это камелос и камилос. И пришло такое толкование, тут что-то перепутано, имеется в виду не верблюд, а канат. Канат имеется в виду, не камелос, а камилос имеется в виду. Там просто как бы перепутали букву. И поэтому из каната получился верблюд. А уже после из этого каната сделали нитку. И типа, ну, ты же все-таки нитку можешь вдеть в игольное ушко. Тяжело может быть, но все-таки возможно. Богатые опять вздохнули с облегчением. Все нормально, попадут они в Царство Небесное. Но потом, когда изучали, ведь в то время как раз нити-то делали из верблюжьей шерсти. И они были такими толстыми, ну, как веревки, которые больше на канат были похожи, чем на современные ниточки. Вот, и ту веревку никак, опять-таки, нельзя было вставить. Вот, опять получилось, получилось как-то плохо. Вот, думаешь, вот, что же быть? Как это место понимать? Я думаю, что понимать его нужно так, как сказал Иисус Христос. Трудно богатому войти в Царство Небесное. Удобнее верблюду. Я вот специально попросил, чтобы мне дали иголку, даже если в то время были не такие, может быть, маленькие иголки. Вот, кто из вас здесь видит ушко у этой иголки? Есть такие знатоки? Вот, я вижу, вот, я вижу, даже ниточку сюда трудно вдеть, да? Если мы представим верблюда, вот, нету, не было у нас в офисе верблюда, поэтому я взял, наверное, в сто раз уменьшили верблюда и сделали такое вот схематическое его изображение. Даже верблюд, уменьшенный в сто раз, вот, никак, никак его в эту ниточку его не просунуть. Что же делать? Что же делать тогда? Возникает тогда вопрос, ну, хорошо. Значит, если богатые не могут войти в Царство Божье, надо быть бедными. Так ведь? Бедные могут.